Бобруйск арена. На часах 10 утра. За окном минус один. К ледовому дворцу стекаются десятки горожан. Всех позвала лыжня. Проводится она ежегодно, поэтому ее смело называют хорошей традицией. Планы у всех разные. Одни пришли за победой, другие просто весело провести время. Самое главное, что люди сюда вышли с задором, все наши коллективы, наши предприятия города Бобруйска, конечно, победительнейший, но самое главное, что здесь будет побеждать дружба. Команды готовятся к старту. В 2022-м Бобруйская лыжня собрала свыше 500 участников. Это госслужащие, работники предприятий и организаций, учащиеся школ и колледжей, воспитанники подростковых клубов. Для взрослых подготовили дистанцию в 1200 метров. Куда же без наших любимых ветеранов и любителей лыжного спорта. Ну это уже они именно в личном участвуют, там личный зачет идет, а все остальные это командные соревнования. Среди участников и бобруйские медики. Ежегодно команда в числе лидеров. Это неспроста. Специалисты о пользе спорта знают не понаслышке и не только призывают вести здоровый образ жизни, но и сами подают пример. С огромным удовольствием также пришел, прокатился, получил заряд энергии и еще чуть-чуть здоровья. Это великолепно. Такие праздники, праздники здоровья, они замечательные. Они на пользу всем, но и безусловно создают позитивное настроение. Я от души всех поздравляю с этим праздником. Желаю, безусловно, крепкого здоровья, мира, добра, получия и успеха во всем. Бобруйская лыжня в первую очередь праздник, на котором можно активно отдохнуть. И здесь организаторы позаботились обо всех. Например, для тех, кто замерз или проголодался, установлены торговые ряды. А у кого нет собственных лыж, работает прокат. Какие эмоции? Замечательные. Огромный позитив. Море положительных эмоций. Очень рад, что пришел на данное мероприятие, что оно состоялось. Бобруйская лыжня – это еще соревнования. Команды разбиты на подгруппы. Так в категории органы госуправления бронзу взял Бобруйский горы с полком. Серебро у спасателей победа досталась медикам. Мне все понравилось. Езжу не первый год. В этом году было немножко легче. Атмосфера была совсем веселая. Поэтому проехались, хоть и погода нам не очень запустила. Настроение хорошее. Поэтому приходите, катайтесь. Все здорово. Пока в одной части арены взрослые стремятся к финишу, в другой дети только готовятся к старту. Для школьников организаторы подготовили отдельную трассу – 800 метров. Ребята усердно тренировались и, ожидаемо, ставят личные рекорды. Как вообще забег прошел? Ой, ну вообще очень хорошо так. Заморозно. Правда, немножко скользко, но в целом очень хорошо пошло. Я думаю, выложилось на полную и, может, что-то и займем. Пытался в основном в школе, на физкультуре. Иногда там с некоторых уроков отпрашивался специально, чтобы на лыжах поездить, на соревнования, потом поехать. Я хотела немного быстрее ехать. Но, получается, лыжи цеплясь. Но все равно постаралась. Популяризация спорта и удовольствия – смысл праздника. Олимпийский принцип, где главное участие, действительно актуален. Бобруйская лыжня 2022 – уже история. Где есть победители и призеры, но точно нет проигравших. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Станислав Чичерин. Итоги недели.